Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. У нас жуткий просто мороз. Я, наверное, уже неоднократно рассказывала, что мы на Кубани к такому не привыкли. Тем более, это первая наша зима в новом доме. И мы, можно сказать, подмерзаем, потому что не справляется котёл. И дома холодно. Я очень переживала за свои орхидейки. Я думала, они не выдержат такой температуры. Но вроде бы всё хорошо. Когда уже настанет тепло, посмотрю, конечно, по состоянию орхидеек. Возможно, буду проводить какие-то манипуляции с ними. Посмотрю, будет ли какой-то ущерб нанесён от такого переохлаждения. Но пока вроде бы я ничего такого ужасного не вижу. Знаете, единственное, что они замедлили свой рост. И бутоны свои они распускают медленнее. Если бы было тепло, например, вот эта красотка, мне кажется, распустила бы уже полностью всю веточку, весь цветонос. С одной стороны, это хорошо. Значит, цветение продлится дольше, так как медленнее открываются цветочки. А с другой стороны, мне кажется, должно быть всё поэтапно, как должно быть. И вот если эти райские цветочки привыкли расти при температуре 20-25 градусов, 28 градусов, значит, так должно быть. И я, если честно, мне сердце кровью обливается, потому что не могу создать им более для них комфортные условия. Но покажу сегодня вам обзор своих орхидей. Очень много орхидей раскрылось, они нереально красивые. Я обещала вам всё показывать, поэтому сейчас будет, наверное, на февраль последний обзорчик. Следующий будет уже в марте, когда откроются ещё несколько орхидей, или, может быть, приобрету новые орхидейки. В общем, на феврале это последний обзор орхидей. Вот этот красавчик, всем он нравится. Это такой вот, можно сказать, фейерверк. Это аналог на Микки Кроуну. Очень достойный аналог, я считаю. У кого есть Микки Кроун, мне писали, что, в принципе, купить Микки Кроуна стоит. Он очень красивый. Но и этот очень хороший такой вот образец, так сказать. Вот, поэтому, не знаю. Может быть, куплю, может быть, нет. Очень очаровательный цветочек. Кстати, в паре с попугаем смотрится великолепно. Кстати, многие мне написали, да, что их попугай тоже пахнут, и они это узнали только после моего видео. Вот такой вот красавчик, так в паре смотрится отлично. Я даже их развернула, вот так вот поставила вместе. Идеально. Вот ещё нежная, нежная красавица. Я такие орхидейки называю зефирками. Ну, очень уж они нежные. Вот эти полосочки, ну, просто замечательная орхидейка. Очень благодарна. Я спасла её с магазина Леруа Мерлен. Она вот так вот выпустила боковые ответвления. И ещё вот цветоносик будет. Листочек растит. Всё с ней замечательно. Единственное, тоже, да, немножечко она притормозила всё-таки свой рост. Да, то она прям активно растила свой центральный лист. А сейчас он немножечко затормозился из-за холода. Так, здесь леодорка скоро раскроется. Уже хочу вкусить её аромат. Но она пока, мне кажется, ждёт тепла. У неё гигантские просто листья. Смотрите, это новиночка моя. Возможно, кто-то не знает, кто-то не видел. Но у меня появилась орхидейка каменная роза. Сейчас фокусирует. Очень красиво. Особенно, смотрите, да, если на эту сторону посмотреть, очень красиво. Она отсушила несколько бутонов, но это абсолютно нормально. Даже если бы это была и весна, и лето, да, и было бы тепло. Это адаптация. И орхидейки, как правило, сбрасывают бутончики. Но вот я сейчас хочу обработать её пином, чтобы она не сбрасывала свои бутоны. Немножечко, кстати, я упустила этот момент. И нужно было это сделать раньше. Что-то я совсем закрутилась с этими холодами, с этими обогревателями. Вот, поэтому сейчас проведу ей обработку по листу и пинам. И я надеюсь, что остальные бутончики все сохранятся, всё будет хорошо. Ну, нереально она, конечно, красавица. Давно её хотела, и вот теперь она у меня есть. Надеюсь, будет хорошо видно, какая она классная. Такой маленький вампирчик. Вот так вот, наверное, будет лучше видно. Убрала её с окошка, чтобы не отсвечивала. Очень красивая орхидейка. Правда. Прям бомба. Обалденная. Жалко, конечно, что отсушивает бутончики. Но это стресс. Это от этого никуда не деться. Они едут в коробках, да, в упаковках. И чаще всего у них после этой адаптации, после того, как сбрасывают цветочки, ну, бутончики или цветы, неважно, начнут расти, потому что у них такой своеобразный стресс. Ну, она, конечно, очень красивая. Ну, ничего, я думаю, мы с ней наладим наши отношения, всё будет замечательно. Так, дальше красавчик Поттер. Очень красивый, все вы его знаете, поэтому на нём долго зацикливаться не буду. Хочу вам в этом видео показать как можно больше орхидей, пока спит мой младший сыночек. Так, а это красотка у нас Сога Лоуренс. Кстати, аромат цветочный. Я очень ждала копчёностей, какой-то, может быть, копчёной колбаски, или мне писали копчёной рыбки. Но аромат, кстати, я бы не сказала, что она сильно пахнет. Вот многие мне писали, ой, невозможно рядом сидеть такой аромат. У меня она пахнет не сильно, и аромат цветочный. Возможно, да, как-то он преобразится, будет, может быть, летнее цветение, или сейчас потеплее. Да, возможно, что у меня прохладно, аромат изменится. Будем дальше наблюдать. Вот открылись уже три цветочка. Обалденная орхидейка, всем советую к покупке. Никакой рыбкой она не пахнет. Приятный цветочный аромат, причём не сильно, не навязчиво. Если вот прям близко подойти, можно сказать так, нос втыкнуть в цветочек, тогда пахнет. Обалденная просто, всем берите. Варигатная моя красавица тоже распустила, но пока только пару бутонтиков. По-моему, ей холоднее всего, потому что, ну, вообще она стоит, конечно, вместе со всеми, но вот она так вот прохладу воспринимает не очень хорошо. Мне кажется, было бы тепло, она бы сразу же распустила бы свои красивые цветоносики. У неё их два, такие симпатичные полосатые цветочки. Там второй ещё цветоносик с другой стороны. Варигатность очень красивая, поэтому я в восторге. А нет, три цветочка, вон ещё цветочек распустила. В общем, знаете, в мартовском обзоре красоты, наверное, будет больше. В плане того, что распустятся все орхидейки, да, будут это полноценные цветоносы. Эти орхидейки, которые вот пока ещё растят, цветоносы, быстрее их наполнят, нальют, и они расцветут. Но пока, знаете, вот с такой температурой я вообще рада, что мои орхидейки справляются, расцветают. И нет никаких проблем. Тву, чтобы не сглазить. Красотка Нарбона доращивает свои бутоны. Ей понравилась пересадка. Сажала я её в керамзит, как помните. Немножечко добавляла сверху мох. Всё замечательно. Она даже, сейчас я вам покажу, вот на срезанном цветоносе, я один ей срезала, чтобы всё-таки ей было полегче. Она пробуждает почку, поэтому ей очень понравилась такая посадка. Как видите, здесь керамзит. Вот, всё замечательно, всё прекрасно. Будет ещё цвести. Пока не вижу, чтобы она растила листочек. Вот, но с корнями у неё всё хорошо. Корни просвечиваются, всё в порядке. Так что будут новые цветочки, будет свеженькое цветение. Эти цветы всё-таки магазинные. Я, знаете, больше люблю домашнее цветение. Мне кажется, оно более прекрасное. Ну, вот бутончики у нас. У меня здесь петуния посеянная растёт. Вот под лампой стоит. Я сейчас лампу выключила. Но, видите, зелёненькие макушечки. Так что будет ещё и петуния во дворе красивая. И на балкончике. Так, здесь пока ещё, как видите, цветоносы. Цветоносы. Здесь вот распустилась орхидей. Так, вот так. Покажу. Красивая, конечно, яркая. Вот. Но не пахнет. А заявлена была как ароматная. Очень уж мне хотелось, чтобы она была ароматная. Но мы, наверное, все урхоманы больше любим ароматные цветочки. Чтобы всё-таки, когда ходим с кружечкой чая, делаем обзор орхидейка, можно было ещё и что-то вкусненькое такое понюхать, да, вкусить этот аромат. Ну вот, как есть, так есть. Красивая, яркая, но не пахнет. Даже в закрытой системе орхидейки пока ещё всё хорошо, зелёненькие корешочки. Мне кажется, главное, чтобы не было резкого потом скачка, чтобы температура выровнялась равномерно. Тогда, мне кажется, всё будет хорошо. А если вот резкий будет скачок, да, температуры, может быть, что в стекле корни испортятся. Поэтому надо будет следить. Вот такой красивый у меня беглиб. Просто обалденный. Такой, знаете, вроде бы нежный, но этот бордовый краб придаёт ему какого-то шарма. Это первое его цветение. Очень красивое, искрящаяся. Губа тоже очень красивая. Мне нравится. Красавчик нереальный. Вообще обожаю беглиб. И кто смотрит мой канал, прекрасно об этом знает, что чем больше беглибов, тем для меня лучше. Очень я уж их люблю. И здесь по соседству у орхидейка, которой я всё время говорю, что она похожа на дикого кота. У неё на горшочке было название. Это Лола 15. Очень такой достаточно масштабный кустик получился. И она мне здесь мутантиков навыпускала. Точно говорю, родственница дикого кота. Потому что он любит так вот мутировать, как-то скручивать свои цветочки. В общем, растить что-то непонятное. И здесь вот она то же самое наделала. Тут у неё эпилорики. И вообще какие-то даже в трубочку цветочки распустились. Ну, интересно, конечно. Вот такая вот. Прям как аналог на дикого кота. Интересная, конечно. Правда, они очень похожи. Я даже думаю, может быть, поставить их как-то вместе, рядышком. Вот. Чтобы они росли. Потому что они мне, конечно, далеко друг от друга находятся. Надо, наверное, их всё-таки поближе где-нибудь поставить. Вот на этом окошке пока ещё всё на цветоносах. Несколько орхидей распустилось. Вот. Но большинство ещё жду. Ещё только распустятся. Кстати, хоть это и не цветущая орхидейка, но это мой Дендрофаленов Псес, который процвёл белым цветом. Я его пересадила. Посмотрите, как налились бульбы. Вообще он такой стал классный. Видно, что ему всё понравилось. Я ничем не стимулировала. Ничего абсолютно не делала. Но мне кажется, что он прям обязан скоро выпустить новые ростики. Но он прям налился, правда. Вы можете вернуться в видео, где я его пересаживала совсем недавно. И вот прям налились такие стали сочные и листики, и сами бульбочки. Вообще стал такой прикольный. Посмотрите, кто показал своё личико. Это орхидейка Катрин. Нереально красиво. Мне кажется, у неё есть что-то общее с Беглипом Горячий поцелуй. И с орхидейкой Мультифлорка и Крембери Чачи. Ну, мне кажется, они прям очень сильно похожи. Такая красавица. Вот только открыла свой бутончик. Кстати, я ей полностью с нуля нарастила корневую систему. И вот первое её цветение на три цветочка. Ну, чему я тоже очень-очень рада. Вот. Кустик. Корешочки. Плохо, наверное, будет видно. Но у неё с нуля полностью это всё наросло. С нуля. У неё корней практически вообще не было. Вот. Надеюсь, следующее цветение будет более такое пышное. Ну, и может быть даже дорастить свои цветочки. Здесь красавчик. Дикий кот. Я ему уже недавно показывала. Поэтому долго на нём зацикливаться не буду. Скоро его буду пересаживать. Обязательно, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Буду рассказывать о нюансах пересадки именно дикого кота. Вот. И он у меня растёт в закрытой системе. И буду рассказывать всё полностью, как лучше его содержать. Поэтому обязательно подписывайтесь. Вот. Для любителей котиков будет отдельное такое видео с пересадкой. Вот такая красота. Здесь много распустилось орхидеек. Это, кстати, северное окно. Самое такое тёмное. Но здесь стоит лампа. Вот такая вот длинная. Вот так вертикально стоит она здесь. Это, кстати, подросток, которого тоже выходило. Был такой один листик. А сейчас вот такая вот красоточка. У него много корней. А было там чуть-чуть корешочков и один листочек. И вот зацвела такими огромными-огромными цветами. Ещё один цветочек. Бутончик, точнее, сломали вот здесь вот дом. А то бы вообще такая была гроздь. Маленький такой. И такой вот каскадик крупных цветов. Мариола красотка. Тоже в закрытой системе. С кора, живой мох растёт. Здесь ещё тоже вот цветоносики. Цветоносик, вон, пока ещё не расцвела. Так, и это у меня Дасти Белль. Ну, говорят, это одна из фабрик. Вот, поэтому какая точная, если честно, я не знаю. Кстати, может быть, кто-то мне поможет в комментариях. И я уже говорила о том, что хочу теперь все фабрики иметь. У меня есть бежевая. Вот такая вот. И ещё надо, значит, четыре. Их шесть, если я не ошибаюсь. Кто в курсе, поправьте. И здесь ещё всё вот на цветоносиках. Цветоносы, цветоносы в разные стороны пока ещё. А, кстати, Беглиб я вам не показывала, да? Вот этот розовенький, который распустился. Кстати, вот он ближе к стеклу стоит. Я смотрю, один бутончик засушил. Надо его, наверное, убрать. Холодно ему там. Видите, засушил один бутон. Такой вот очаровательный Беглибчик. Кстати, спрашивали про мою монстеру Альбо. Вот она красавица, растёт. Как помните, да, был маленький череночек. Даже без нового ростика, да, был просто кусочек ствола. И вот так вот она наросла. Наверное, получается, год, наверное, она у меня есть. Как в коллекции, да? По-моему, год. Может быть, чуть меньше. Вот. Может быть, чуть больше. Вот такая красотка выросла. Вот этот листик, конечно, бомбический. Жду следующий. Очень хочется, чтобы он был, да, вот с белым, но с прорезями. Вот какая-то. Было бы великолепно. Очень-очень жду. Здесь групповая посадка. Вот такая красивенькая. Распускается, распускается. Потом покажу вам её в полной красе. И, конечно же, карамберичачья. Моя любовь. Давай, фокусируйся. Вот такая красивая. Вот такой вот у неё цветоносик. Плохо видно. Надо было, наверное, дождаться темноты. Но когда темно, уж снимать совсем я не могу. Вот такая красавица. Пустилась красотка Julia Elegant. Это орхидейка, наверное, вот одна из первых в моей коллекции. Они в групповой посадке с орхидейкой, которая белая, с бордовыми пятнами. И вот это две, можно сказать, первые мои орхидейки. Они посажены в групповой посадке в круглой вазочке. Кстати, планирую скоро сделать ещё несколько таких посадок групповых. Но лучше в такой горшочек. Три орхидейки, две. Многовато для такого горшка. Ну, объёма, я имею в виду, много. Поэтому лучше сажать в такой три. И это отлично. Вот розовенькие растут. Три в одном горшочке. Замечательно. И распустилась ещё красотка Мария Тереза. Посмотрите, какая прелесть. Так, фокусируй. Вот. Очень нежная. Она немного выгорает. И пахнет. Супер.